Всем привет! Вы на Флагман ТВ и с вами рубрика Рыболовные фишки. В этом выпуске я расскажу как связать простую, но при этом очень эффективную оснастку для баллонской ловли. Погнали! Использовать сегодня буду я леску диаметром 0,16 и поплавочек 12 грамм. Что для оснастки нам понадобится в принципе? Ну, понятно, леска, продетая сквозь все кольца удилища, поплавок, силиконовые кембрики, которые будут крепиться на поплавок, набор калиброванных грузил и одна оливка весом 10 грамм. Первое, с чего начинаем, это мы продеваем сквозь ушко леску и дальше попадаем в отверстие в теле поплавки инлайн, которая проходит сквозь все тело поплавка. Продели. Поплавок откладываем в сторону и у меня есть такие три подготовленных силиконовых кембрика. Два меньшего размера и один большего. Начинаем одевать с меньшего. Теоретически можно их делать все одной длины, но мне нравится, чтобы вот этот нижний третий кембрик, он был такой длинный, он у нас будет выступать в роли дополнительного противозакручивателя, чтобы леска у нас не захлестывалась. Так, три кембрика на леске, поплавок на леске. Фиксируем. На киль поплавка одеваем один кембрик, второй и третий. Третий кембрик у нас остается внизу, вот так вот чуть-чуть его одели. Вот этот первый, который мы подвигаем к самому телу поплавка. И второй кембрик, он же средний, у нас получается посередине киля. Почему три? Для дополнительной фиксации лески на поплавке. И в случае такой, вдруг там какой-то один из кембриком порвется, нам не придется делать оснастку по новой, у нас она останется такой, как есть. Дальше одеваем оливку. Можно ли пользоваться шаром? Теоретически можно, но мне на баллонских оснастках почему-то на течении больше нравится ловиться оливкой. Иногда используют и шар, иногда используют и наборы таких больших, много делают цепочку скалиброванных грузил. Но я считаю, что на тяжелых поплавках целесообразнее использовать оливку. Оливку одеваем утолщением вниз. Отступаем приблизительно 40-50 сантиметров от конца. И фиксируем оливку дробинками. Так как у нас поплавок 12 грамм, оливка у нас 10 грамм, значит на леску мы еще должны повесить приблизительно 2 грамма. Оливка должна быть сверху зафиксирована минимум одной дробинкой, снизу минимум двумя дробинками. Поэтому подбирая вес калиброванных грузил, вы должны на это сделать расчет. Если снизу будет зафиксирована одной дробинкой, есть вероятность, что при забросах у вас эта оливка будет разбиваться, и она будет двигаться по леске, и у вас будет постоянно перемещаться основной груз по леске. И при этом травмировать нашу основную леску и ослаблять оснастку. Ну и тоже не надо впадать в крайности, чтобы у вас не получилось ниже под оливкой 20 этих дробинок, такой мышиный хвост, нам совершенно ни к чему. Вот в моем случае это сверху одну, а снизу три дробинки. И дальше будем подбирать, уже когда смотреть и догружать точно наш поплавок. Снизу, в самом конце оснастки, мы вяжем маленькую петлю, для того, чтобы потом петля в петлю крепить наш поводок. Можно на течении, если течение сильное, или вы предполагаете ловлю очень далеко, ну там, например, 30 и дальше метров, то есть лесообразность поставить вертлюжок вместо этой петельки, чтобы у нас поводок дополнительно имел такой противозакручиватель, или не так закручивался. Так как я ловить планирую на расстоянии метров 15-17, мне этот вертлюжок как лишний элемент не нужен. Вот петелька получилась. И возле петельки ставлю подпасочек. Подпасочки на баллонки я делаю маленькие, но несколько штук. Почему маленькие несколько штук? Можно поставить, например, при 12 грамм поплавке, можно поставить и полграмма один подпасок. Но если у вас будут такие условия, когда нужно будет сделать снасть более деликатной, то вы не сможете этот подпасок из одной дробинки разделить напополам и там его куда-то передвинуть. Я стараюсь делать тот же подпасок, вот, например, из дробинок шестого номера, и я их ставлю три штучки. То есть он, шестой номер дробинки, это получается 0,11 грамма. Вот если я их три поставлю, у меня получится 0,33 грамма. Я начну с такой ловли, если потом мне надо будет сделать более деликатную оснастку, я всегда одну-две дробинки смогу передвинуть к основному грузу, и у меня останется такой маленький деликатный подпасочек. Это такой, как бы, небольшой, но лайфхак. Зажимаю я зубами дробинки, потому что... Не потому что у меня нет плоскогубцев, потому что я так лучше чувствую вот этот момент сжатия, который нужен для фиксации на леске. Плоскогубцами есть вероятность пережать леску и ее травмировать, и после этого у нас будет, как правило, при поклевке очень крупной рыбы, у нас будет такой обидный обрыв вот именно в этом месте. Ну, и если мы пережмем, то у нас не получится уже плавно сдвигать грузики по леске. И вот такой получился тройной подпасочек. Сейчас пробуем огрузку поплавка в воде. Помним, что идеальная огрузка у нас считается там посередину антенки, то есть вот эта вся часть должна быть под водой, этого будем и добиваться. Если у нас будет торчать, например, какая-то часть тела поплавка, мы просто сюда ниже основного груза добавляем маленькие дробиночки в зависимости от того, как нам нужно. Так, ну вот это сейчас поплавок не догружен, и видно, что туда еще надо догрузить порядка почти грамм, наверное. Вот, вот это так, как нужен грузин у нас поплавок. Если мы будем делать такие небольшие придержечки, он у нас будет немножко всплывать как раз до тела поплавка, а если у нас будут поклевки сразу наутоп, то мы их увидим моментально и четенько. После того, как мы огрузили оснастку, остается привязать только поводок для успешной рыбалки. А с вами был Дмитрий Барсук. До новых встреч на Флагман ТВ. Субтитры подогнал «Симон»